Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. Мы сегодня проводим семинар по первому тому науки и логики, книга вторая, учение о сущности. Будем разбирать те вопросы, которые были предложены в системе дистанционного обучения для ответов. Давайте мы посмотрим следующим образом. Сначала заслушаем здесь присутствующих по тем вопросам, которые были предложены. Сразу же нужно сказать, что тема, которую мы сейчас разбираем, учение о сущности, достаточно сложная. Сложная она в первую очередь тем, что движение категорий в книге учения о сущности, оно нашему такому, что называется, обыденному сознанию, оно не очень привычно. Потому что двигаемся, движение категорий представляет собой вот эти, так называемые, рефлективные определения. И движение, вообще говоря, происходит не от бытия к ничто, от ничто к бытию, а от ничто к ничто. То есть мы, когда находимся в сфере сущности, мы все должны брать с отрицанием, брать все не как бытие. Предлагаю выйти товарищем, выступить по предложенным вопросам, обсудим, а потом я разберу те работы, которые были присланы в системе дистанционного обучения. Работ, надо сказать, было прислано не так много, то есть как бы, что говорит о том, что тема действительно сложная. Хотя, те работы, которые я проверил, да, было примерно их около 30 штук, в целом можно сказать, что товарищи понимают, по крайней мере, базовые категории сферы сущности, владеют ими и могут их изложить самостоятельно, не переписывая то, что написано у Гегеля, и не переписывая плохие учебники и философские словари, в которых зачастую написано по данному вопросу, мягко скажем, не очень грамотные вещи. Так, давайте, товарищи, кто хочет выступить, значит, у нас там было сколько-то вопросов. Сейчас мы на них посмотрим. Десять вопросов в целых. Давайте начнем. Кто хочет выступить? Никто не хочет выступить. Учение о сущности оказалось не по силам. Все, что нормально, мы написали в ответе. Все, ну так давайте вы выйдите, да и скажите о том, что написали в ответе. А мы потом разберем это. Хорошо. Значит, наша задача, как вы помните, заключается в том, что мы тут подготавливаем пропагандистов. Так, я думал, что решился кто-то, но нет. Народ бежит от учения о сущности. Бежит от сущности, уходит от сущности. Да, так вот, у нас задача подготовить пропагандистов, а у пропагандиста основная задача заключается в том, чтобы связно и как-то складно выступать по различным вопросам. В том числе по вопросам о сущности. Как мы знаем, категория сущности вообще, она в принципе в марксизме занимает одно из таких ключевых мест. И понятное дело, что изучая любое явление, изучая любой предмет, изучая движение материи, особенно в ее самой развитой форме. То есть, движение общественной материи, мы приходим неизменно к тому, что нам нужно не просто смотреть на то, что, так сказать, на поверхности явлений и выхватывать бытие, но и углубляться в сущность. Понимать, что в этой сущности происходит, как она изменяется, изменяется ли и так далее. Ну, хорошо, давайте, если тут, так сказать, с этим есть какие-то проблемы, если слушатели не очень поняли, о чем идет речь, давайте мы начнем с того, что я почитаю те работы, которые были присланы. Значит, есть, да, я, как я сказал, достаточно высоко могу оценить все работы, я поставил всем зачет, кроме одного человека. Я сейчас объясню, почему. Ну, в общем, я думаю, что человек, который получил незачет, понимает, почему он получил незачет, вот, потому что коверкать так русский язык, ну, это надо постараться. Мы к этому вернемся, да, одна из ошибок, которую делают товарищи, когда отвечают на вопросы о категориях сферы сущности, заключается в том, что почему-то сущность представляют, как снятие наличного бытия. Вот, вроде как, это означает, что, видимо, товарищи, это в большом количестве работ, я прямо вот из раза в раз, из года в год наблюдаю, что сущность это снятие наличного бытия. Но как-то вот это означает, что товарищи дошли до наличного бытия, так сказать, сняли его там, и все, и дальше уже, дальше наличного бытия никто не ходил. Хотя, вроде бы, даже на наших семинарах мы, вроде, рассматривали и нечто, и категории изменения, и категории определения, и характера, и так далее. То есть, говорить о том, что сущность это снятие наличного бытия, это было бы в корне неправильно. Сущность есть снятие бытия вообще или отрицание вообще всей сферы бытия. Бытие, как мы знаем, у нас происходит движение от чистого бытия к, ну, скажем так, к количеству, потом, извините, к качеству, потом к количеству, потом к мере, потом рассматривается узловая линия отношения меры, происходят так называемые прерывы постепенности, качественные скачки, и возвращаемся к новому качеству, приходим к новому качеству, и опять происходят количественные изменения, опять узловая линия отношения меры, и так далее. И вроде как вот это вот на поверхности бытия все меняется, ничего нет такого того, что сохраняется и является неизменным, но на самом деле что-то должно сохраняться. И таким образом выводится, собственно говоря, Гегелем сама сущность, как отрицание всякого бытия вообще. То есть есть что-то, что сохраняется во всех изменениях в бытии, но это, очевидно, не бытие. Ну вот таким образом, собственно говоря, сущность и появляется, как отрицание всякого бытия, как отрицание сферы бытия вообще. Потому что то, что неизменно вот в этих изменениях в учении о бытии, в самом бытии нельзя найти. Вот такое противоречие, которое решается тем просто, что ну вот что-то есть, а вот это, очевидно, с бытием не тождественно, соответственно, это что-то, что отрицает бытие всякое. И это называет Гегель сущностью. Так, это я рассказал про общую ошибку. Я, честно сказать, не очень понимаю, откуда она берется. Видимо, где-то в какой-то книге написано, что сущность – это снятие наличного бытия. И вот товарищи из года в год это повторяют. Так, давайте пойдем по работам, которые были присланы. Ну, если вы, так сказать, идентифицируете свою работу, если я тут скажу про вас что-то, вы можете встать и что-то дополнить и так далее. Так, значит, первое, что я хочу заметить – работа Ивана Александровича Гапонова и Дарьи Александровны Гапоновой подозрительно похожи друг на друга. И, как бы, ну, товарищи, вы просто слово в слово повторяете. Нет, ну, одно слово отличается в этих работах. Как-то это странно. Я понимаю, что, судя по фамилии, все-таки это, скорее всего, как-то товарищи имеют какое-то родственное отношение. Но все-таки можно было написать что-то различное. Потому что вообще формально у нас учебное заведение. А если мы говорим про учебное заведение, это значит, что один списал с другого. Ну, и, как бы, результат понятен. Вот, поэтому вы уж как-то в следующий раз, хотя бы какими-то другими словами, мне трудно поверить. Хотя, может быть, это вы, так сказать, очень близкие родственники. И, ну, так у вас получается мыслить одинаково. Но, вот, прям, чтобы излагать вот слово в слово одинаково, причем из знаки препинания, по-моему, все такие же. Тут, как бы, вопрос. Так что в следующий раз постарайтесь, ну, хоть как-то разделить ваши работы. Хотя, в целом, то, что написано, является верным. И, поскольку я встретился с таким первый раз, и, в общем-то, до этого таких прецедентов не было, и Дарья Александровна, и Иван Александрович получают зачет. Так, Гулевич Андрей Викторович. Значит, вот у Гулевича Андрея Викторовича, опять же, он как раз делает ту самую ошибку и пишет, что сущность есть снятое наличное бытие. Отрицание наличного бытия – результат этого отрицания. Все бы хорошо, но не наличное бытие отрицается. Потому что, еще раз, отрицание наличного бытия – это вот, ну, не бытие, например, это тоже отрицание наличного бытия. Нечто очевидное – это отрицание наличного бытия. Так ведь? Потому что мы увидели, что наличное бытие, снялись различия между наличным бытием, качеством, реальностью и отрицанием, когда мы были в сфере сущности, и, соответственно, наличное бытие, ну, в этом смысле тоже снялось. И получилось не просто наличное бытие, а наличное сущее или нечто. То есть, нечто – это тоже отрицание наличного бытия. В общем, здесь, еще раз, я повторяю это, по-моему, даже чуть ли не каждый раз на этом семинаре, что отрицаем мы не наличное бытие, но товарищи все никак не могут это уловить. Вот тут пишут. Сущность берется как рефлексия, постоянное отрицание сущности. Ну, в целом, да, рефлективные определения, они являются отрицаниями, конечно. И это как раз и есть то самое движение от ничто к ничто. Но это не постоянное отрицание сущности. Это просто, ну, вот эти рефлективные определения, когда мы берем хоть какое-то определение сферы сущности, оно появляется как в форме бытия, по крайней мере, по форме. Соответственно, мы понимаем, что это не сущность, и нам надо его отрицать. Вот, и отсюда берутся эти самые рефлективные определения. Соответственно, вот они отрицают, ну, можно говорить, да, сущность отрицает сама себя. В целом, да, здесь, наверное, в общем, так говорить можно. Так, существенное и несущественное, товарищ пишет, то нечто, которое было до сущности, несущественное. То, что получили, существенное. И опять, вот та же самая ошибка. Почему-то мы считаем, что когда мы пришли в сферу сущности, то есть вот у нас было бытие, в том смысле, что это вообще вся сфера бытия. Все, что мы изучили в сфере бытия, вот, рассматривается как нечто единое, что отрицается. А товарищ пишет, то нечто, которое было в сущности, несущественное. Да не нечто, которое было в сущности несущественное. А когда мы отрицаем сферу бытия вообще, у нас, опять же, внешнее наблюдение нам говорит о том, что у нас есть бытие, сфера бытия, да, бытие вообще, и сущность рядом, они рядом положены, одно является снятием другого. И внешним наблюдением, когда вот они так рядом положены, одно является существенным, сущность, а другое, как, ну, бытие является отрицанием сущности, является отрицанием бытия, а бытие является отрицанием сущности. Вот второе, это несущественное. То есть, когда бытие и сущность рассматриваются умственным взором, как рядом положены, одно из них существенное, другое несущественное. А не то, что вы пишете, что нечто, которое было до сущности, несущественное. Не нечто, а бытие вообще, вся сфера бытия становится несущественным. То, что получили, существенно. Не то, что получили, а сущность и есть существенная, если она рассматривается по отношению к бытию. Дальше, противоречия, товарищ, осматривает вопрос о противоречии Тожество является тождеством различия, все правильно Различное есть различие отождественного Эти категории содержатся друг в друге, они парные Ой, представляют противоположности одной стороны и другой Единственная борьба противоположностей, исключающая рефлексия, да, противоречия Товарищ тут правильно отмечает, что, если мы говорим о противоречии то противоречие, самое простое определение противоречия – это исключающая рефлексия. Сейчас поговорим о том, что же это такое. Павел Дмитриевич Жуков. Сущность, как снятая бытие. Да, тут товарищ вроде как начал плохо, а потом вроде как закончил нормально. Прямо противоположная бытию категория. Его отрицание. Что значит прямо противоположная бытию категория? Конечно, сущность – это категория. Но мы же рассматриваем не категории, не названия, так сказать, созерцаем этих категорий, а их движение, одно из другого. Поэтому в каком смысле она противоположная? То есть ее противопоставили где-то? Это же отрицание, да? Поэтому противоположность, а понятие – это противоположная категория бытию или нет? Тут как-то тоже непонятно. Поэтому просто достаточно сказать, что это снятие. Снятие бытия, сферы бытия – это сущность. Так, разность, различие, противоположность. Разность – это отсутствие тождества. Разность – это отсутствие тождества. Нет, это неправильно. Разность – это не отсутствие тождества. Да, а противоположность, вот товарищ нам сообщает, что это различие и тождество. Да, это правильно. Категория существования, в отличие от категории бытия, включает в себя все, что было до этого. Это восстановленная через сущность бытие. Категория существования, в отличие от категории бытия, включает все, что было до этого. А что значит бытие не включает в себя то, что было до этого? Любая новая категория включает все предыдущие категории, потому что они уводятся, они в ней в снятом виде. Потому что каждая новая категория есть истинно предыдущей, если она конкретна. Поэтому говорить, что восстановленная через сущность бытие существование, это скорее в существовании еще восстановления бытия не происходит все-таки. Да, это движение к бытию, но в существовании еще бытия нет. Субстанция бытия уже появляется как таковое в сущности. И в этом смысле можно говорить, что субстанция это восстановленная через сущность бытие. А вообще говоря, если уж быть совсем точным, то восстановленная через сущность бытие это понятие. Так, движемся дальше. Даниил Залеледдинов. Сущность, как снятое бытие. Сущность, как снятое бытие, это отрицание с удержанием. Отрицание с удержанием это снятие. А сущность, как снятое бытие, это не отрицание с удержанием. Сущность, как снятое бытие, это отрицание с удержанием, отрицание всякого бытия или сферы бытия с удержанием. Ну, с удержанием просто, да. Так, противоречие, вот товарищ нам говорит, это единство противоположностей, это противоречие. В каждой из сторон есть противоположная сторона. Что здесь неправильно? Противоречие это единство противоположностей, товарищ Залеледдинов. А что пропало-то, товарищи? Борьба-то пропала, да. И тут самое главное, если вы посмотрите у Ленина внимательно, у Владимира Ильича, то он прямо подчеркивает, что единство относительно, а борьба абсолютно в противоречии. И это очень важно, поскольку именно из-за этого у Гегеля можно увидеть, что противоречие – это именно исключающая рефлексия. Потому что в рефлексии каждая из сторон, если они исключают друг друга, то они и полагают друг друга автоматически. То, что они полагают друг друга – это как раз единство, а то, что они друг друга исключают – это как раз борьба, если говорить о материальном мире. Это значит, что если вы говорите просто «единство противоположности», Это просто неправильно Так говорить о противоречии Вы выкинули Основную мысль Про противоречию надо сказать Что стороны противоречия Исключают друг друга Они находятся в борьбе Именно такое жесткое утверждение Что они исключают друг друга Это можно увидеть на примере Противоречия Рабочего класса и буржуазии Очевидное противоречие И что здесь Что здесь важно Но можно говорить что они в единстве находятся Рабочий класс в единстве с буржуазией находятся Более того Эти стороны противоречия Этого противоречия Вообще немыслимо друг без друга Если мы говорим рабочий класс То мы естественно подразумеваем Что есть Класс капиталистов Потому что рабочий класс без класса буржуазии Он как класс Перестает существовать Вот Поэтому А когда мы говорим буржуазии Это значит что есть Тот класс Который продает Рабочую силу Собственникам производства И собственно В этом смысле Стороны этого противоречия Ну находятся в единстве Они полагают друг друга Вот На основной это то что Они находятся В непримиримой борьбе То есть которая Во-первых Противоположность Их интересов Ведет к тому Что они находятся В непримиримой борьбе И это противоречие Разрешается Именно Благодаря тому Что борьба Сторон противоречия Она абсолютна Если бы это было только единственное Ну как бы Можно было тогда как раз Говорить О тех теориях Которые сейчас Являются очень популярными В том числе И последнее время Так сказать Они начали Опять поднимать голову Теории Так называемого Мирного сосуществования Теории Социального единства То есть Как бы Рабочему классу Предлагается Ну Так сказать Быть в единстве С классом капиталистов Понять его Так сказать И простить Вот Но Если Мы говорим О противоречии То здесь Абсолютно Является Именно борьба То есть Эта борьба Должна Эта противоречия Должна Разрешиться Каким-то образом Ну Оно В том числе В данном случае В том примере О котором мы говорим Оно должно быть Разрешено тем Что Чем это противоречие Разрешается Между рабочим классом И буржуазией Чем Ну Это хорошо Это что Мы как бы Шашками Помахали Друг друга И зарубили Я зарубил Капиталистов Так Ну а что это такое Нет А вот с точки зрения Классов Что это такое Да То есть Когда мы говорим Об этих двух классах Это противоречие Разрешается тем Что Класс Капиталистов Будет Уничтожен Ну и такое Мягко говоря Такое Сейчас Тут уже пора Заходить И нас Так сказать Всех вязать Потому что Это Ну такое Можно сказать К экстремизму Привести Но Марксизм Как раз и говорит О том Что класс Уничтожается Именно Как класс Мы не призываем К физическому Уничтожению Представителей Класса Буржуазии Мы призываем К тому Что сам класс Должен быть Уничтожен И рабочий класс И рабочий класс Должен быть Уничтожен В этом смысле Да Но рабочий класс Он Он будет Не как Антагонистический Класс А как Некоторая группа Людей Интересы Которого Совпадают И определяют Интересы Всего общества На некоторый Период Развития Социализма До полного Коммунизма Вот В этом смысле Да Рабочий класс Будет Уничтожен Но Это Общность Людей По Положению В производстве Даже В социалистическом Производстве Она еще Будет Оставаться Вот И мы Также Ее будем Называть Еще там Рабочий Класс Хотя Антагонистического Класса Нет уже И противоречия В этом смысле Класса В этом смысле Противоречия Антагонистического Противоречия Там нет Там Рабочий Класс Борется Ну Фактически С Остатками И С мелкой Буржуазностью В себе В самом Классе Да Преодолевает Ну и да Тут Опять же Не борется Этот Как получается Что он Ножиком Тыкает В себя Он преодолевает Эти Остатки Остатки Капитализма Внутри Самого Класса И Вне Этого Класса Потому что На самом деле В рабочий Класс Все равно Когда Произошла Социалистическая Революция И был построен Социализм Рабочий Класс Все равно Остается Рабочим Классом Туда нельзя Добросить Так сказать Интеллигенцию Нашего брата Туда нельзя Причислить Все равно По прежнему И вот эта Попытка В том числе Которая делалась Смыть Это Различие Между Нерабочими И рабочими Хотя у них Различия Не антагонистические Она тоже В том числе Дорого стоила Советскому Союзу Так Двигаемся дальше Об этом мы поговорили О противоречии Ну и опять же Да Еще раз Про единство Тут Единство Тоже предполагается Самим противоречием Оно Когда мы говорим Противоречие То единство Тоже предполагается Если Мы говорим Муж То как бы Это значит Что есть жена Между ними Да Иногда Противоречия Тоже возникают Так Да Вот товарищ Пишет Интересно Видимость Есть то определение Благодаря которому Сущность Есть не бытие А сущность Развитая Видимость Есть явление Да Не сказал бы Что И это именно так Смотрите Откуда Видимость берется Вот Мы У нас Есть существенное Несущественное И в том И в Существенном То есть В сущности Да Поскольку Поскольку мы бытие Отрицали Ну там же Оно и осталось Бытие Да Потому что мы знаем Что Отрицание Отрицание Ну Снятие Это Отрицание С удержанием То есть Бытие там удерживается В этом существенном Ну и вот это вот Бытие Которое Рассматривается Именно как Момент Существенного Есть Лишь видимость Причем здесь Развитая видимость Есть явление Тут не очень понятно В явлении Это категория Это сущность Раскрывается Как явление Сущность появляется Как явление И парная категория К явлению Это закон Вот Невидимость Неразвитая видимость Есть явление Непонятно Откуда вы это взяли Так, идем дальше. Причина и следствие, или причина и действие – это моменты субстанции. Причина – это внутренний момент субстанции, а следствие – это момент бытия длинного. Так, явление и закон. Сущность должна являться. Она не должна являться. Тут никакого должностнования нет. Сущность является всегда. Все, точка. Она как бы… Должностнование – это категория, как мы знаем, давно нами пройденная и забытая некоторыми. А что она означает, категория? Должностнование. Быть тем, что я не есть. Вот если я говорю, что я должен сегодня еще поужинать, это я всего лишь ничего другого не сказал, что я пока еще не поужинал. Ничего другого я пока вообще тут как бы не утверждаю. То есть никакого содержания в этом нету. Я только сказал, что вот я еще не поужинал пока. Ну, как бы там… Поужинаю я или нет, это еще неизвестно. Так, существование положено в его противоречие есть явление. Так, сущность должна являться. Существование положено в его противоречие есть явление. Не очень понял этой фразы. Закон – это спокойное объявление. Вот это правильно. Закон – это спокойное объявление. Тут, кстати говоря, это опять вот из таких категорий, которые вроде бы все знают, что такое закон, но никто сказать не может. Если вы возьмете даже маститых ученых, то сказать, что закон – это спокойное объявление, хотя вроде бы очень просто. Мало кто может. Противоречие – это соотношение противоположностей, которые не существуют друг без друга, обуславливают друг друга, но которые развиваются по-разному, что ведет к обострению отношений между ними. Ну, как-то вот тут вы какую-то механику привели. Во-первых, что значит существуют друг без друга вообще? Категория существования – она до противоречия, ведь и категория противоположностей. Поэтому нельзя сказать, что противоположности существуют в противоречии. Это неправильно. Обуславливают друг друга. Да, действительно, противоположности в противоречии обуславливают друг друга, но которые развиваются по-разному. Да не по-разному, они в единстве. Как они по-разному-то развиваются? В единстве там все. В противоречии все в единстве находится. Что ведет к обострению отношений между ними? Какие-то отношения появились между сторонами противоречия? Вот тут вы как-то переводите на такой обыденный язык, но тогда надо конкретные примеры приводить. А если вы находитесь в сфере просто категорий, то никаких отношений между категориями нет. Противоречие нуждается в разрешении или снятии. Противоречие есть в соотношении основания и следствия, формы и содержания, явления и сущности. Нет оно и его нет в соотношении основания и следствия. Противоречие разрешается в основании и дальше идут, есть основание и основанное, есть форма и содержание, явление и закон и так далее. Так, идем дальше. Юлия Андреевна Гулевич. Вот тоже фамилия, вроде бы как уже навстречалась, но текст другой. Так, противоречие. Наличие противоречий свидетельствует о развитии явлений. Противоречие – это соотношение противоположностей, которые не существуют друг без друга, но которые развиваются по-разному, что ведет к обострению отношений между ними. Я понял. Это, видимо, какой-то словарик у нас философский. Цитируются опять какие-то отношения, обострение между ними. Противоречие – это исключающая рефлексия. И все. Противоречие нуждается в разрешении или снятии. Ну, во-первых, оно не нуждается ни в чем, противоречие как таковое. Противоречие разрешается. Вот это можно сказать. Противоречие разрешается. Или разрешается в основании. Так, явление и закон. Закон и существенное явление. Ну, можно так сказать, да, закон – спокойное явление, несущественное. Так, Роман Рафаддинович Капрынин. Так, явление и закон. Явление выступает как бытие, а закон – как отрицание этого бытия. В общем, тут с русским языком, во-первых, что-то не так. Но не являются явление и закон просто категориями, которые друг друга отрицают. Во-первых, они даже не отрицают друг друга. А можно сказать, что они взяты по отношению друг к другу с отрицанием. Но на самом деле, вот мы когда говорим о категориях явления и закон, потом вдруг окажется, что в явлении есть то, что соответствует сущности. А то, что соответствует сущности, это значит, что соответствует закону. То есть, то, что соответствует закону, мы потом будем искать в явлении. А как-то получается, что если они совсем друг друга отрицают, это очень странно. Поэтому никто там как бытие и отрицание бытия не выступают. Есть явление то, что на поверхности. Да, это близко к бытию, но еще не бытие. Есть закон, это спокойное объявление. Противоречие – это единство противоположностей. Ну, мы это уже обсудили, это неправильно. Так. Непонятно, за что я поставил зачет, но тем не менее, я его поставил. Не буду менять оценку свою. Так, Павел Викторович Карлов. Товарищ нам рассказывает, да, про сущность, как снятое бытие, пишет, отрицание наличного бытия, снятое наличное бытие, называется сущностью. В учении о сущности, на что бы мы ни посмотрели, интересует не сам предмет, а то, что скрывается за ним, его отрицание. Исследуется не непосредственное, то есть, бытие, а что опосредственно этим бытием. Ну, вот видите, вы же говорите тут про бытие, или про сферу бытия, правильнее говорить. А сначала вы говорили про наличное бытие. В учении о сущности, на личное бытие, надо подвергать отрицанию. Там всякое бытие надо подвергать отрицанию. Да, любые категории, которые появляются, они появляются в форме наличного бытия. Но это не значит, что мы вот только исключительно наличное бытие отрицаем. Так, идем дальше. Александр Климов. Все то же самое. Сущность, отрицание наличного бытия. Снятое наличное бытие. Действительное отрицание наличного бытия. Почему действительно, категория действительно у вас здесь всплыла, непонятно. Потому что действительно это то, что в явлении соответствует сущности. Она всегда посредственна наличным бытием, которое отрицает. Опосредована, да, про слово опосредована мы тут много раз уже говорили. Кто опосредован на наличном бытием, то ли действительно опосредована на наличном бытием, то ли сущность опосредована на наличном бытием. Не опосредована она на наличном бытием, никаким образом. Так что это тут вы запутались в трех соснах. Так, существенное и несущественное – это видимость сущности на поверхности явления. То есть, товарищ просто все перемешал, у него все перемешалось. Мы еще находимся в сфере, мы от бытия уже ушли, но вот еще бытие, сфера бытия, вот она здесь лежит, и мы здесь взяли сущность, и это существенное и несущественное, а товарищ нам рассказывает, что это видимость сущности на поверхности явления. То есть, он вскакал вперед в явление и его поверхность. Так, действительное то, что на поверхности явления, но соответствует сущности, соответствует закономерному. То есть, по форме тут, так сказать, даже не придраться, все правильно, вы вот пишете, а до этого вы писали, что действительное отрицание наличного бытия. Действительное то, что на поверхности явления, Ну, если под поверхностью явления вы понимаете, само явление соответствует сущности. Действительно, это то, что в явлении соответствует сущности. А сущность, сама сущность явления, это закон. То есть, то, что в явлении соответствует закону, то действительное. Недействительное то, что на поверхности явления, что не соответствует сущности. Да, и тут вот интересно такое рассуждение, вот о действительном человеке, да, вот сущность человека в чем заключается? Общественные отношения. Так, а как они проявляются? У нас сейчас тут общественные отношения с вами? Ну, да. Нет, у нас тут не общественные отношения. Общественные, да. Общественное бытие – это что такое? Общественное бытие. Ну, то есть, да, общественные отношения, там, современные, развитые, не могут быть представлены, там, без того, что на природе здесь происходит. Но, в целом, у нас, конечно, это не общественные отношения. Потому что общественные отношения – это то, что соответствует общественному бытию. Общественное бытие – это общественное производство. То есть мы много раз говорили с вами, что если мы хотим понять, так сказать, что-то про общество, про его бытие, то надо говорить о производстве. Поэтому и общественные отношения это в основном, ну или, так сказать, можно сказать, в подавляющей степени это отношения на производстве. То есть мы вступаем в общественные отношения именно на производстве, когда вступаем в процесс производства предметов, каких-то необходимых нам для жизни. Вот, поэтому вообще говоря, если мы говорим о сущности человека, сущность человека заключается в том, чтобы так или иначе участвовать именно в этих общественных отношениях. То есть в производстве. Это можно делать косвенным образом. Ну, например, учителя не участвуют в общественных отношениях напрямую, но они участвуют косвенным образом в том смысле, что они подготавливают работников для этого производства. Вот. Косвенным все-таки образом. Но есть люди, которые в общественном отношении, в этом общественном производстве не участвуют неким образом. Кто это? Ну, тут как-то аккуратнее надо. Всех капиталистов мы сейчас действительно и люди запишем. Это как-то чревато, опять же. Кто? Ну, дети, ну, понятно, да. Но сейчас дети все-таки, они же, как бы, являются людьми в движении, в развитии, в себе, да, не развитыми людьми. Поэтому. А есть те, которые уже, как бы, полагают себя людьми, но в общественном производстве никак не участвуют. Это вот конкретные люди, которые в «Капитале», про них Маркс говорит. Ну, это антиены. Вот, да, товарищ Прамин. Я думаю, что еще вообще владельцы частной собственности, они же ничего не делают. Ну, да. Вообще говоря, это рантье в первую очередь. Ну, про рантье все понятно. Потому что они живут на купоны просто. Они, как бы, вообще никак не участвуют в производстве. А, ну, капиталист, если говорить о нем, как об участнике производства, в принципе, он может что-то делать, да. Есть капиталисты, которые что-то делают для развития производства, по крайней мере. Ну, скажем, весь этот пример, как бы, затертый до дыр, пример Генри Форда, все-таки товарищ Форд или гражданин Форд, он все-таки развивал свое производство. Вот. А есть, ну, поскольку сейчас капитализм развился до той стадии, когда имеет место монополистический капитализм, да, империализм, то мы знаем, что империалистический капитализм, империализм загнивает. И одним из моментов загнивания этого капитализма является как раз то, что появляется класс паразитов, которые живут стрижкой купонов. Они могут быть там рантье, которые, ну, рантье в широком смысле, условно говоря, да, которые просто стригут купоны либо с того, что они имеют собственность каким-то образом, либо там у них капиталы размещены на бирже, они знать не знают, они просто стригут купоны, либо они сдают там свои квартирки в аренду и, как бы, живут этим. В общем, стрижка купонов – рантье. Вот, вообще говоря, можно сказать, что рантье в капиталистическом обществе – это люди, которые не соответствуют, не соответствуют сущности. Да, то есть, сущности человека, да, они никак не соответствуют. В общественном производстве они никак не участвуют. Более того, ну, как бы, негативным образом даже участвуют в общественном производстве. То же самое можно сказать про господ, так сказать, преступников. Всякое варьё различное, так сказать, вот сейчас у нас пропагандируется это все на экранах. В виде гениальных фильмов. Вот это нам показывают, фактически говоря, недействительных людей. Они не соответствуют своей сущности. То, что в явлении не соответствует сущности, то является недействительным. Поэтому, по крайней мере, тот, кто живёт стрижкой купонов, исключительно никак не участвует в общественном производстве, того можно считать недействительным человеком. Вот такая история. Уважаемый Кирилл Владимирович, можно нас ещё раз поменять на секунду? Хочется выяснить до конца отношения общественных отношений и производственных отношений. Дело в том, что Маркс писал во второй половине XIX века. Так. Когда подавляющая часть была, конечно, производящим классом. Я имею в виду рабочий класс. Это вы где-то вычитали такое, что производящим была подавляющая... Мы все изучали. Сколько было рабочих... Я образно говорю, производящий класс, как рабочий класс. Я вас ещё раз спрашиваю, какое количество рабочих было в Российской империи в 2017 году? В 2017. В 2017. Процентов 80, не меньше. Нет. Рабочего класса было 2 миллиона человек. 2 миллиона человек. Ну, в постоянном отношении это... 80% минус фабричных статистических... Я говорю про рабочий класс. Нет, но я так понимаю, что товарищ говорит про принципы людей, которые производили блага тем или менее... Материалы имеют. Ну, хорошо. Вы крестьян имеете в виду в том числе? Ну, я обмолвился. Конечно, рабочих не было в 80%. Я обмолвился. Крестьянство вроде. Так, ну, хорошо. Так вот, возвращаясь к общественным и производственным отношениям. Общественные отношения – это и экономические, и правовые, и политические, и нравственные, и психологические, и эстетические отношения. И всё это можно назвать общественными отношениями. Марс говорил только о производственных отношениях, то есть экономических отношениях. Они являются базисом всех других отношений. Примерно правильно? Психологические отношения? Я не знаю, что такое. По поводу потребности людей, по поводу мотивации людей. И что это за отношения такие по поводу мотивации людей? Откуда у вас мотивация людей возникает? Я вот знаю категорию экономических интересов. И эта категория тоже относится к производству. А вы сейчас нас переводите в какую-то сферу идеализма. Что есть у людей какие-то мотивации и психологические потребности. Вне экономических потребностей. То есть нравственные отношения. Ну что это такое? Объясните, что это такое? Отношения по поводу добра и зла. А что такое добро и зло? А что такое добро и зло? Ну? Есть порядочные люди, есть непорядочные. А что вы в этом... Это чисто идеалистические понятия. Что такое порядочные люди? Порядочные люди, те, которые в соответствии с системой морали поступают. Вот, отлично, отлично. Мы перешли... Она может быть общественная, может быть и личная эта система, но она есть. Мы перешли к системе морали. Так я вам скажу, что никакой общей морали не существует. Сейчас буржуазная мораль. Она классовая, это классовое понятие. У рабочего своя мораль. Отлично. То есть... В своем обществе мораль будет классовая. Отлично. А классы, это категория какая? Экономическая, политическая или психологическая? Одновременно. Никакого... Все это экономическая категория. Поэтому, что бы мы там ни взяли, ни выхватили из так называемых общественных отношений, всего спектра общественных отношений, все равно вы придете в итоге в производство. В отношения по поводу производства. Но психология буржуа и психология рабочего, это разные психологии. И что? Это следствие экономических производственных отношений. Но это отдельная сфера отношений. И что? Психологические отношения. Один давит на другого. Нематериально, психологически давит. Ты приходишь к начальнику, а он тебя ставит на ковер. Значит, дорогой товарищ. Все, спасибо. Давайте вы задали вопрос. Значит, еще раз отвечаю. Про то, что вы пришли к начальнику и ваш начальник давит. Он вас может давить только потому, что вы вступили в особые экономические отношения. Все, все, все. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. У нас тут не дискуссия открытая. Вы задали вопрос, я на него ответил. Если вы хотите выступить по какому-то вопросу, вы выйдете сюда и выступите. Вот видите, вы не готовы рассказывать нам про психологические отношения, почему-то вы готовы. Так вот, возвращаемся к тому, о чем я говорил. Итак, мы говорили о категории действительного и недействительного. Еще раз повторяю, что действительное – это то, что в явлении соответствует сущности. Соответственно, недействительное – то, что не соответствует сущности. Абсолютно, ну, как бы тут логично. Идем дальше. Павел Алексеевич Миронов. Опять же, товарищ Миронов сообщает нам, что сущность – это отрицание наличного бытия. Причем, он говорит не бытия, а бытия. То есть, есть какое-то бытие наличное. Опять же, товарищи, я замечаю неоднократно, что... Сейчас, ночь, ночь. Что, так сказать, люди, которые пишут свой ответ, пишут его за исключение... Зачастую безграмотно. Поэтому, ну, проверьте, что вы пишете. Что за бытие такое? Бытие. Да, попробуй. Да, Георгий Леонидович, кажется, мы нашли источник этой опечатки. Действительно, в одном из предложений методички указано отрицание наличного бытия. Ну, вот, это методичка... Это Михаил Васильевич методичка? Да. Значит, Михаил Васильевич, я пытался у него вызнать, откуда отрицание наличного бытия взялось. И, кстати, вот перед этим семинаром в том числе, он не кололся и говорил, что он не знает, откуда наличное бытие отрицается. Он говорил сюда на видео, методичка... Возможно, да, возможно. Но нигде вот у Гегеля вы этого не найдете точно. Я это специально пытался проверить. Ну, может быть, действительно, где-то там в приложении, в каком-то контексте он это сказал. Но я этого не нашел. Так. Двигаемся дальше. Дзерж Викторович Мохин. Сущность есть бытии и высвечивается. Светясь, она не тождественная бытию, но находится в нем и своим свечением отрицает не бытие, а сама себя. Так. Как товарищ нам отвечает на десятый вопрос? Тут он не написал, что такое десятый. А, самоотрицание сущности. Так. Сущность, светясь, она не тождественная бытию, но находится в нем и своим свечением отрицает не бытие сама себя. Но сущность отрицает сама себя. Да. Это правда. И с движением категорий она отрицает сама себя и выходит в субстанции уже непосредственно к бытию. Возвращается к бытию, я так сказал. В результате перехода бытия в небытие проявляется третья сущность. Как снятая бытие, она относится в отрицании бытия. Ну, вот товарищ тут перепутал категории. В результате перехода бытия в небытие. А бытие, кстати, переходит в небытие? Товарищи дорогие. Итак, переходит ли... Давайте разберемся сначала. Переходит ли бытие в небытие? Бытие, переходит в ничто. Вот это правильно. А небытие что такое? Это... Ничто, которое... Нарищом... Вот, товарищ. Чувствуется, что изучал учения бытии. Да, небытие это просто ничто в наличном бытии. Ну, оно... Ничто там не налицо. Но так как наличное бытие из результата снять остановление, там и есть и бытие ничто. Бытие это наличное бытие. Оно и есть по форме прям наличное бытие. А ничто, оно там есть, но не налицо. Соответственно, его, вот это вот ничто, которое есть в наличном бытии, называют небытием. А у товарища тут результат перехода бытия в небытие проявляется третья сущность. Совершенно неправильно. Противоречие – это источник развития, все противоречиво. Да, это, кстати, момент правильно здесь товарищ заметил, но источник – это опять какой-то такой бытовой термин. А вообще говоря, основанием любого движения и развития в том числе является противоречие. То есть, развитие происходит путем разрешения противоречий и на основе этих противоречий. Так бы, если противоречия не было, никакого бы развития не было. Бытие и небытие, так, бытие и сущность, все противоречит, и в этом противоречии рождаются другие категории. Нет, вот это вот неверно. Все противоречит, и, во-первых, чему противоречит? И в этом противоречии рождаются другие категории. Категории не рождаются в противоречии. Категории, они появляются в движении, движении, причем не просто так, а движении материи. Тут, кстати, было бы интересно еще заметить следующее, что когда мы говорим о науке лойки, мы говорим, что у Гегеля была эта идеалистическая конструкция, и он воспринимал эти категории, которые он рассматривает, как движение духа. И говорил о том, что возвращение к абсолютной идее – это дух вернулся сам к себе, и таким образом замкнулась эта идеалистическая конструкция философская. Но на самом деле, так как товарищ Гегель начал с бытия, мы понимаем, что все, о чем говорит он, по крайней мере, в первом томе, является ничем иным, как разговором о материи. Потому что все эти категории описывают движение материи. То есть сначала изучается материя как бытие, потом, сейчас вот, мы изучаем то же самое, материалистическое толкование заключается в том, что мы изучаем материю, но теперь уже как сущность. А потом будем изучать материю как понятие. Вот, поэтому здесь я хочу сказать, что другие категории не рождаются ниоткуда, они – это самодвижение, которое происходит на самом деле, самодвижение материи. И мы сейчас находимся в сфере этого самодвижения, в сфере сущности. Так, и я полагаю, что нам пора сделать перерыв. Перерыв. Продолжаем, дорогие товарищи, наше семинарское занятие. И продолжаем разбор присланных работ. Вот, их осталось не так, чтобы очень много, но, тем не менее, мы досмотрим их. Так, Александр Подоплелов отвечает на вопрос номер один и пишет. Сущность – это отрицание бытия. Правильно. Сущность не на поверхности, она в глубине бытия. Сущность идет и развивается от одной глубины сущности к другой глубине сущности. В каком смысле? Что за глубины сущности? То есть, как-то товарищ как раз здесь не ухватил суть рефлективных определений. И как раз вот тут товарищ нам задавал вопрос про движение от ничто к ничто. Еще раз. Сущности мы имеем дело с так называемыми рефлективными определениями. Какие и эти рефлективные определения образуют парные категории, так называемые. Одна из этих категорий выступает как бытие, то есть, она появляется как бытие, и мы ее тут же отрицаем. Говорим, что это не сущность. Нет, не сущность. Надо отрицать эту категорию, и мы берем сразу же следующую категорию, другую, противоположную ей. Одну, отрицающую первую. И вот как раз вторая категория, если мы первую категорию, которую мы берем в рефлективном определении, она соответствует по форме как бытие. Да, давайте перечислим. Явление. Это вот как бы уже бытие какое-то. Действительность. Форма. Ну да, вот эти определения, они как бы по форме, они выступают как бытие. А второе рефлективное определение, оно выступает по отношению к первому как ничто, как отрицание первого рефлективного определения в этой паре. И как раз вот это вот второе рефлективное определение, оно и является определением сущности. И в этом смысле у нас движение идет по вот этим рефлективным определениям, и можно говорить, что движение идет от ничто к ничто. По форме. То есть отрицание-отрисание получается. Ну да. В этом смысле. Да. Ну, все понятно. Так, итак, а товарищ нам пишет про одну глубинную сущность и к другой глубинной сущности. Еще раз, мы двигаемся в сфере сущности. Но те определения сущности, которые возникают, мы их должны брать с отрицанием. Вот и все тут как бы. И поэтому Ленин пишет, что движение от ничто к ничто. Мутна вода. В том числе он пишет по этому поводу. Так, но тут опять же надо понимать, что все определения, вся пара рефлективных определений, это все равно определения сущности. То есть такое как бы противоречие. Если и явление, и закон – это определение сферы сущности. То есть это определение сущности. Но закон – это вот и есть она, сущность сама есть. Так, существование сущности – это существенное, а бытие несущественное. Неправильно вы тут про существование сущности начали рассказывать. Во-первых, что такое существование сущности? Существование – это просто категория сферы сущности, которая говорит о том, что если суть дела берется с определенными условиями, в единстве с условиями, то она вступает в свое существование. А существенное и несущественное – это другое. Это в самом начале рассмотрения сферы сущности эти категории появляются. Так, идем дальше. Римма Эдуардовна Поротова. Или, да, Поротова, по всей видимости. Вот как раз Римма Эдуардовна получила незачет, потому что у нее текст представляет собой такую слитую конструкцию, без пробелов во многих местах. Я думаю, что эта Римма Эдуардовна пыталась таким образом сократить место, которое ограничено в ответе. Но, позвольте, я же читаю на русском языке, и как-то это было бы странно, если бы вообще мы писали без пробелов. Я понимаю, что русский язык, он избыточен. В принципе, оттуда можно выкинуть половину букв, и все равно мы будем понимать. Можно пробелы убрать, и мы все равно будем понимать. Можно знаки припинания убрать, и в большинстве случаев мы все равно будем понимать этот текст. Но все-таки мы пишем на русском языке, и давайте относиться к тому, кто читает, а это я в данном случае, преподаватель. Все-таки с уважением, и, пожалуйста, перепишите то, что вы здесь имели в виду, сократите, и сделайте так, чтобы у вас не было 20 слов без пробела. И тогда я прочитаю вашу работу. Евгений Олегович Юркевич. Сущность – снятое бытие. Снятие бытия – есть процесс. В процессе постижения сущности бытие отрицается сущностью и находится в процессе прихождения. Вот тут у товарища появляется слово «процесс». Что такое процесс? Кто-нибудь знает? Что такое процесс? Да, вот, товарищ, правильно. Не обязательно во времени, а это изменения, связанные со временем. То есть это изменения какие-то, привязанные ко времени. И вообще говоря, этот процесс уже – это очень сложная категория. Она даже в науке логики не возникает, потому что тут надо говорить про время, про пространство, очевидно. То есть это уже что-то, связанное со временем. Категории науки логики со временем вообще никак не связаны. То есть понятия времени в категориях науки логики нет. Нельзя сказать, что, хоть мы и говорим, так сказать, в языке, что одна категория возникает позже в другой, но это не в том смысле, что одна появилась в 5 часов, а другая в 6 часов категория. Это не в этом смысле. Просто, так сказать, в том движении одна появляется за другой. И времени тут нет никакого. То есть когда мы не говорим о движении категории как о процессе. Процесс – это все-таки процессы движения, связанные со временем, да. И к категориям науки логики слово «процесс» неприменимо вообще. Это уже более применимо к конкретным наукам, где действительно можно применять диалектическую логику. Но вот в физике все изучают процессы различные, да. Потому что там категория времени и понятие времени является одной из ключевых категорий. Все остальное у Евгения Олеговича заслуживает того, чтобы поставить зачет. Правда, тоже Евгений Олегович некоторые слова писал без пробела. И тоже я подозреваю, он это делал для того, чтобы вместить свою бесценную мысль в то ограничение, которое было. Товарищи, вы не думайте, что мы это ограничение ввели случайно. То есть не надо пытаться обмануть систему. У преподавателя ограниченное количество времени на прочтение этого текста. На самые первые семинары присылают 100 плюс работ. Если мне нужно прочитать, и каждый, если напишет по страничке, то для того, чтобы подготовиться к семинару, мне нужно прочитать 100 страниц текста. Еще и сделать комментарии какие-то к этому. Поэтому не случайно ввели краткую форму. Изложите в паре предложений. Вполне можно ответить на любой вопрос, который мы тут разбираем. Но ответить точно, сконцентрированно, выразить прямо в понятии. Как того требует как раз точность изложения в марксизме. Так, это, наверное, все работы, которые я бы хотел сегодня рассказать. Давайте я просто зачитаю теперь всех товарищей, которые зачет получили. Потому что тема действительно сложная. И, в общем, не так уже много народу получили зачет или зачет с замечаниями. Итак, за счет замечаний у нас получили товарищи Андрей Владимирович Бабин, Александра Олеговна Бегунова, Иван Александрович Гапонов, Дарья Александровна Гапонова, Андрей Викторович Гулевич, Юлия Андреевна Гулевич, Павел Дмитриевич Жуков, Даниил Залиледдинов, Роман Рафандинович Капрынин, Павел Викторович Карлов, Александр Климов, Павел Алексеевич Миронов, Дзерж Викторович Мохин, Александр Подоплелов, Евгений Олегович Юркевич. Зачеты получили. Алексей Викторович Адамов, Сергей Александрович Блуднин, Михаил Александрович Барматин, Егор Анатольевич Гержин, Нина Андреевна Дудниченкова, Илья Львович Иовлев, Дмитрий Анатольевич Каленов, Руслан Маликович Кашфулин, Дмитрий Андреевич Кириллов, Дмитрий Михайлович Кононов, Антон Копчук, Стелла Мордовина, Василий Геннадьевич Мясников, Сергей Игоревич Ожогин, Данил Сергеевич Прохоровский, Владимир Валентинович Рахманов, Алексей Михайлович Чопа, Николай Владиславович Шаров, Иван Олегович Шенцов и Максим Алексеевич Глушек. А нет, Максим Алексеевич Глушек уже не получил никакой оценки, потому что он прислал нам свою работу, когда семинар начался уже. Я его еще не проверил. Так, значит, с работами мы закончили. Переходим к блоку ответов на вопросы. Дорогие товарищи, можно задавать любые вопросы, которые вас интересуют по любым темам, естественно, в рамках тех тем, которые мы с вами изучаем. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить, если смогу, конечно. Сергей Игоревич, значит, вот все до категории основания более-менее разность, значит, противоположность, противоречие у него, кстати, бытия категории нету, где или... А вот после... Где же какого бы сияния нету в категории? Борьбы? Нету, конечно. Нету. Прусский профессор, конечно, не мог оперировать такими категориями, это понятно. А вот будьте добры... При чем тут русский профессор? Сейчас, секундочку. Ну, потому что борьба и запасная категория в то время была политическая какая, войны какие были, и говорить об этом при дворе прусского короля не принято было как-то. Поэтому и в категории логики она... То есть вы хотите так принизить товарища Гегеля и сказать, что он нам о многих, о многих... Он принизил товарищ Маркс, предыдущий. О многих. Великий товарищ Маркс говорил, что Гегель мой учитель. А дальше он говорил, что надо преобразовать его диалектику, поставить на материалистическую основу. Не так он говорил. Они говорили, что они поставили Гегеля с ног на голову. Да. А на самом-то деле они были младогегельянцами в самом начале. Мы любили. Своего пути. Ну вот. Так что мы Гегеля любим не за то, что он не сделал. И много он не сделал. Например, когда речь идет о сфере понятия, то он там запутанно у него. Потому что, например, почему-то механизм и живое идет после того, как он рассматривает категории уже непосредственное понятие. Всеобщего, единичного и других категорий. Поэтому у Гегеля много чего можно заметить, чего у него нет. И, скажем, про производство он ничего не говорит. Но, по крайней мере, он, так сказать, утверждает, что селка важнее, чем результат этой работы. Так что Гегеля мы уважаем и чтим за то, что он сделал, а не за то, что он не сделал. И говорить о том, что там вот этот пруссак, который... Я не говори, что он пруссов. Ну, прусский, прусский, да, вот философ. Это все вы принижаете значение Гегеля таким образом зачем-то. А на самом деле ничего другого, нигде никакой системы категорий, выстроенных таким образом, как у Гегеля, вы не найдете. И, несмотря на то, что Маркс также говорил, что когда у него найдется время, он на нескольких печатных листах изложит то, что все содержание науки и логики Гегеля и отбросит то, что он тут мистифицировал как-то, мы не видим такой работы у Маркса. Возможно, это именно потому, что короче, чем Гегель, изложить это не получилось. А само отношение Маркса к диалектике можно легко увидеть, если изучить переписку Маркса с Энгельсом. Там огромное количество мест, где они эту диалектику обсуждают с Энгельсом. Всячески говорят, что вот, а что бы здесь сказал старик Гегель по этому поводу, а вот как вот это движение, которое мы тут наблюдаем в жизни, как оно ложится на триады Гегеля и так далее. Поэтому нельзя сказать, что Маркс считал эту работу какой-то там несущественной, ненужной. Вот ситуация такая. Так все-таки вопрос в чем состоит. После категории противоречия он занимается категорией основания. Вот хотелось бы хотя бы кратко, вот такими рейдерными точками, то что называется, обозначить в следующей категории. Посмотрите, для того, чтобы кратко обозначить, так сказать, этими категориями, открываем оглавление. И видим, что после основания дальше рассматриваются вот эти категории форма сущность, форма и материя, форма и содержание. Потом рассматриваются условия и переходят к существованию. И первая глава объявлений существования. А какие категории, поскольку для основания, хотя бы в двух словах? Нет, по каждой категории вы можете прочитать в науке логики здесь. Не все понятно, надо читать. Давайте конкретно что-то разберем, что вам непонятно. А вы говорите, давайте сейчас прочитаем лекцию быстренько по этим категориям. Еще вопросы, не относящиеся к тому, чтобы изложить науку логики прямо здесь. Конкретные вопросы есть какие? У меня есть вопрос. Вот мы говорим, сущность это отрицание бытия, да? Соответственно, сущность у нас категория, сущность, сфера сущности. Она же тоже идет, 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 идет в категорию, да? И заканчивается понятие. И мы переходим в сферу понятия. В сферу бытия, возвращаемся. Возвращаемся в сферу, то есть отрицая сущность. Да, сущность, она, не мы отрицаем, а сущность на самом деле в своем самодвижении отрицает саму себя. Саму себя? Да. Самоотрицанием занимается, можно сказать. И что тогда в итоге мы получим? Мы получаем новую категорию, для чего? Ну, мы получим бытие, но уже какое-то другое, так ведь? Которое содержит в себе... А как вот такое, кстати, бытие называется, которое с отрицанием взят? Знаете? Бытие с отрицанием это сущность? Нет. Сущность это отрицание бытия, а бытие взятое с отрицанием, которому пришли с отрицанием. Положенное. Положенное это называется, положенное. То есть то бытие, которому пришли с отрицанием, это положенное. Первая положенная категория это... Нет, нечто. Нечто – это первое положенное бытие, потому что мы отрицали наличное бытие, отрицали его, прямо отрицали в качестве, качество, потому что это не бытие, это определенность взятая, изолированная, не бытие, то есть отрицание наличного бытия, и вернулись опять к бытию. Поэтому первая категория, которая положена – это не бытие, это нечто. И тут то же самое, можно сказать, что понятие – это оно положено, оно взято с отрицанием, то есть мы вернулись в этом круге от бытия, от вообще всей сферы бытия, мы перешли в сферу сущности, которая является отрицанием, полным отрицанием сферы бытия, и обратно возвращаемся в эту сферу бытия, уже обогащенную всем тем, что в сфере сущности мы добыли. И поэтому понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность, оно в нем светится. Так, еще вопросы? Немножко можно пояснить, интенсивное и экстенсивное количество, как это сказать, в чем отличие? Экстенсивное количество – это расширение вовне. Интенсивное количество, сейчас, интенсивное и экстенсивное количество применяется, да? Сейчас мы посмотрим. Да, интенсивное и экстенсивное определенное количество. Есть такое. Да, но экстенсивное количество – это вот то, что берется с… То, что здесь написано, значит, да, товарищи, я вот этот вопрос и смотрю из того, что здесь написано. Экстенсивное количество берется как определенное количество со своей границы, то есть то количество, которое выходит за свою границу. Это экстенсивная величина, вот здесь ее Гегель называет. А противоположное количество вот этому, отрицание этой экстенсивной величины, есть интенсивная величина. Вот это непосредственно написано здесь. То есть расширение вовне по количеству – это экстенсивное расширение. Вовне. А как бы это вот пример? Ну вот развитие, количественное развитие экономики, да? Капиталистическая экономика расширяется, как нам, так сказать, Маркс объяснил, экстенсивным образом, в основном, захватывая внешние рынки. И оно должно расширяться именно таким способом. То есть выходить за свою границу. А интенсивно можно, ну, увеличивать там производительность труда, социалистическая экономика, ей не нужно захватывать внешние рынки, например. Да, она может развиваться интенсивно. Ну, то есть, типа, условно говоря, что у нас есть одна сторона, в которой есть капитализм, и типа она вот захватывает другие. Ну, это основной способ, способ расширения экономики. Если мы остаемся внутри этой одной стороны. Да, да. Ну, мы тоже количественно увеличиваем, увеличиваем количественные показатели, например. Там тот же самый ВВП, ведь мы можно увеличивать, это же количественное увеличение, это же чиселки мы увеличиваем. Можно увеличивать экстенсивно, захватывая, так сказать, другие территории, используя, ну, эксплуатируя в том числе рабочих других стран. А можно увеличивать, например, производительность труда у себя внутри страны. Это экстенсивные и интенсивные способы развития. Спасибо. А в категории положено еще, пожалуйста, что вы можете сказать? Так я же только что сказал, положено это... Она сквозь все новую логику проходит. Положено это взятое с отрицанием. Как еще раз? С отрицанием взятое. Это бытие, которое взятое с отрицанием. Котором я пришел с отрицанием. Вот, смотрите. Это сейчас телефон. Смотрите внимательно на этот телефон. Он сейчас наличное бытие. А вот сейчас он положен. Я его с отрицанием взял. Его нету, но я про телефон говорю. только что мы про телефон говорим, с отрицанием взял, он положен. Я про него говорю с отрицанием. С отрицанием говорю, да, с отрицанием. А почему тогда ничто не является положенной категорией? Это же тоже бытие снятое, какое взятое с отрицанием? Бытие взятое с отрицанием, нет, подождите, положенное должно быть бытие, бытие должно быть какое-то, нет, ничто это не бытие, поэтому ничто не может быть положено. Когда мы говорим про положенное, Гегель имеет в виду везде какое-то бытие, ну, наличное бытие, нечто какое-то, мы говорим, что там нечто теперь положено, это значит, что мы пришли вот к этому бытию, то есть мы говорим, на самом деле говорим про бытие, Но оно с отрицанием берется То есть это бытие, взятое с отрицанием А ничто, не абы что взятое с отрицанием Но если вы берете ничто То оно не может быть положено, потому что это не бытие Категория ничто не может быть положено В этом смысле Так, ну что, если вопросов больше нет Тогда всем спасибо Непонятно, а как понимать спокойно? Ну это, я думаю, спокойно Спокойно, как противоположность Беспокойству, надо понимать Все Профессиональный союз Он чем занимается? Он не занимается тем, чтобы люди Которые занимаются Хоть в какую-то профессию Они Становились более хорошими Нет, конечно, не этим он занимается Профессиональный союз Это объединение людей по профессии Которые объединились И начали что-то делать Для того, чтобы улучшить положение свое На конкретном предприятии Именно той же самой функции Вот вы резчик по дереву Я резчик по дереву Товарищ Лазарев резчик по дереву И мы что-то наблюдаем Что у нас как-то очень похоже Мы еще до классовой теории не дошли Мы не знаем, что на самом деле Человек, который там Не знаю, стоит у станка Он тоже Он с нами представляет Он представитель того же класса И у него те же самые классовые интересы Мы до этого еще не дошли Мы, так сказать, находимся в начале пути Просто наблюдаем, что у нас Плюс-минус одинаковая зарплата Плюс-минус Ну там кто-то лучше, кто-то хуже Вы там вот, вы профессионал Вы профессионал Я похуже, естественно И у вас зарплата может быть даже чуть побольше Дальше у нас одинаковые условия труда Дальше получается, что мы так смотрим вокруг И видим, что в общем мы одинаково плохо живем Так на самом-то деле Даже при условии того, что вы получаете чуть больше Вот, то есть и ваши И может быть мы, так сказать, закономерно считаем Что вы получаете больше Потому что вы там более мастеровитый резчик И вот на этом основании мы считаем, что мы можем объединиться Вот у нас есть что-то похожее В нашем положении Мы объединяемся для того, чтобы Ну, улучшить свое положение в производстве И это вот такой самый первый шажок Для того, чтобы рабочие объединяются То есть, еще раз Профессиональный союз не имеет никакого отношения К классовой борьбе непосредственно Сразу же, как таковой Это развитые формы профессиональной Профсоюзной борьбы Имеют отношения к классовой борьбе А изначально это форма вот такой простой Простой кооперации для того, чтобы улучшить Свои условия труда То есть, не политическая организация Никакая это не политическая организация Вообще никакого отношения не имеет к политике Вот, мы, так сказать, увидели просто Мы, наблюдая за тем, что происходит у нас На конкретном производстве Увидели, что мы очень похожи Находимся в одном и том же положении И, соответственно, мы думаем, что Мы можем объединиться таким образом И улучшить положение всех резчиков Ну, то есть, всех на нашем заводе Мы даже не думаем, что на другом заводе Такие же резчики есть Мы даже об этом пока не думаем Мы думаем, вот, тут три резчика собралось у нас И мы вот как бы одинаковые в чем-то Мы можем улучшить свое положение Все, начинаем Организовали профсоюз Именно так они организовывались в самом начале А рядом могут организоваться Там какие-нибудь стерилитейщики И мы думаем, вот, посмотрите Они вот организовались, а мы еще там не организовались И может быть, нам вообще надо против них бороться Потому что они вот там это Улучшат условия труда себе А нам ничего не достанется И такие мысли тоже могут быть И вот, то есть, это вот такая Самая первоначальная борьба В зародыше За свои интересы Я бы получил И я прихожу куда-то И я должен являться хорошим специалистом На платье Но я способен договариваться на такие деньги Которые, ну, то есть, я не способен договариваться Потому что вы продаете свою рабочую силу И индивидуально Нет, потому что вас И никто вас не будет при капитализме И вас учить в профессиональном училище Что вам? Вам будут объяснять, как забастовку сделать Вы можете повысить свою оплату труда Только в том случае Если будете продавать свою рабочую силу Коллективно Когда будет Вы не поодиночке будете продавать Свою рабочую силу А вместе с коллективом С работниками той же профессии Хотя бы А лучше всего, так сказать Вообще всего класса рабочего В данном случае, если вы рабочий Вот и все Очень простой ответ А то, что вы, так сказать Вам пришлось идти Продавать свою рабочую силу Ну, мы могли бы не продавать Если у вас там, например Есть акции Газпрома Или не знаю чего То вы можете не продавать свою рабочую силу Спокойно жить на купонах Но у вас, как я понимаю Такой возможности нет Поэтому вы пошли и продаете то, что есть у вас У вас ничего другого нет Как у меня, кстати Скорее всего здесь всех сиящих Да У нас только есть одно Рабочая сила А на другом полюсе С другой стороны Есть, так сказать Господа, которые обладают Средством производства У них они есть В собственности Это их собственность А так как у нас частная собственность Так сказать А у вас в собственности Ничего нет, кроме Рабочей силы Вы можете вот пойти И предложить ее на рынок А можете, так сказать Погулять еще, походить Я вам, если вот я капиталист Я за эту вам рабочую силу Готов предложить там Их рублей Вы можете подумать Ну, их рублей это так мало И пойти погулять там немножко еще Когда захотите есть Проголодаетесь Приходите еще раз подумайте Это вот то, что происходит у нас Как бы практически с каждым работником Который устраивался на работу В некоторых областях В некоторых областях Можно, так сказать Найдут щеки И пока там перегрев идет Например, все знают Сфера IT сейчас перегрева Там можно, так сказать Найдут щеки И сказать, что я очень хороший специалист И поэтому уникальную Мою рабочую силу Вот вы сейчас купите конкретно За большую оплату А в других областях такого нет И IT скоро точно так же Станет обычной самой областью Всем спасибо Да, закончили Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!